Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у нас будет видео не о косметике, так как вы частенько ругаете меня, почему только о косметике, о косметике. В последнее время у вас появилась радость, но у меня на канале появились влоги, поэтому чем богато, собственно. И сегодня у нас будет тоже видео не о косметике, сегодня мы с вами поговорим о похудении. Мы с вами поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать для того, чтобы похудеть. Как нам врут о похудении, как нам врут подружки, как нам врет реклама, обо всех тех способах, которые обещают нам эффект за неделю, что мы будем строенными и красивыми, которые по факту не работают и наоборот вредны для организма, которые портят наш обмен веществ, портят нашу фигуру. Обо всех этих методах, способах, советах, о всем этом мы сегодня поговорим. Поэтому сегодняшнее мое видео достаточно бомбящее. Я ожидаю живой дискуссии в комментариях. Я очень надеюсь на вас, девчонки, что вы поддержите меня. Кому-то из вас будет близка моя точка зрения. Кто-то со мной, возможно, поспорит и приведет аргументы, что действительно эти способы работают. Так или иначе, устраивайтесь поудобнее и желаю вам приятного просмотра. Начать бы мне хотелось с бича, который меня преследует уже очень-очень-очень много лет. И я ни разу не смогла отсидеть на этой диете, но я прекрасно понимаю с точки зрения диетологии, как это работает. И я прекрасно вижу на людях, которые воспользовались этим способом, как это работает. Точнее, оно нифига не работает. Это монодиеты. Я сейчас говорю про рисовую диету, я сейчас говорю про всякие яблоки, гречу и все остальное. Прежде всего, вы должны понимать, что вы свой организм просто ввергаете в ужас, шок и ад. Он не понимает, что вы творите, потому что он себе питался размеренно. Да, там конфетки какие-то были по утрам. Да, там может быть колбаска вечером. Но у него, в принципе, все было ровненько. Он получал тот или иной рацион. То есть, в нем присутствовали белки, в нем присутствовали углеводы, в нем присутствовали жиры в каком-то количестве. И, в принципе, все его устраивало. И тут, как снег на голову, выем свои кефир или яблоки или гречку. Причем, чаще всего там идет перекос и по калориям, и по балансу белков, жиров и углеводов. И тут организм просто в шоке. Он не понимает, что ему дальше делать. И, соответственно, он может дать вам абсолютно любую реакцию, в том числе обострение ваших хронических заболеваний. Поэтому будьте внимательнее. Обязательно, если вы хотите возвращаться на свой организм, лучше этого вообще не делать, ни в коем случае. Но если вы вдруг очень сильно хотите, то проконсультируйтесь с вашим врачом на предмет ваших хронических заболеваний. Но, так или иначе, ваш организм прекрасный. Вы его накормили гречкой или кефиром в течение энного количества дней. Вы похудели. Да, вы потеряли однозначно воды, причем очень много. Возможно, вы что-то там потеряли из жира. Но, боюсь вас расстроить, больше всего пострадала ваша мышечная масса. Потому что в случае экстренной, когда организму надо выжить, а он понимает, что на гречневой диете ему надо прежде всего выжить, он сбрасывает, избавляется именно от мышечной массы. А я вам напомню, что мышечная масса – это ваш первый друг и помощник в борьбе за стройную и красивую фигуру. И поэтому вы на корню рубите, в принципе, любую возможность вашу иметь красивую фигуру, красивую стройную и подтянутую фигуру. Таким образом. Вот и все. Так этот механизм работает. Потом возвращается вода, так как организм более-менее пытается прийти в себя. И потом возвращается ваш несколько килограмм жира. И, возможно, иногда, так как организм, он не дурак, он, как сказать, психологически вас заставляет есть больше, чтобы на всякий случай, на будущее, чтобы, если случится точно такое же извращение в его жизни, чтобы он был готов. И у него были запасы, из которых он сможет брать энергию и как-то спасаться, в случае, если вы сядете снова на какую-нибудь монодиету. Так это и работает. Соответственно, после монодиеты вы рискуете набрать еще больше, чем было до этого. Туда же я отнесу и разгрузочные дни, и голодание. Все варианты диет, режимов питания или каких-то вариантов, когда ваш организм переносит стресс, он выбрасывает еще заодно кортизол в кровь. Это тоже не очень полезно с точки зрения похудения. Это гормон стресса, потому что организм защищается его. Ему объявили войну, причем вы же сами. И он всеми этими способами пытается защититься. Он будет вас заставлять после вашего голодания или разгрузочного дня. Он будет заставлять вас кушать больше. Он уничтожит вашу мышечную массу, потому что мышечная масса потребляет больше всего калорий. И он избавляется от этого в первую очередь. Он, ваш жир где-то там спрятанный, вот этот вот один килограмм жира, распределенный по всему телу, он его затронет в самую последнюю очередь. Потому что для него это спасительный резерв. На случай, когда вы прям решите серьезно с ним бороться, и на случай, когда будет война и голодовка. Это вот тот спасительный резерв, который вам поможет в этом случае. Но, так или иначе, организм не хочет с этим прощаться. Соответственно, как мы понимаем, все это летит туда же. Туда же, к именно нездоровым методам похудения, летят все извращенные диеты, где дневная калорийность меньше тысячи калорий. Все эти диеты, дорогие мои барышни, приводят к проблемам по гинекологии. И у некоторых девчонок критические дни годами не возвращаются после таких диет. Это не миф, это вполне себе реальная история очень многих девушек, которые сидели на этих диетах. Во-первых, вы должны понимать, все эти диеты, АБЦД, там вот эти вот все горочки, все остальное, это написано просто людьми от балды. У них нет ни медицинского образования, они не являются фитнес-тренерами. Это вообще, чтобы вы понимали, это не подкреплено никакой научной базой и никакой опытной базой. То есть это просто как на заборе тоже написано, вы же не повторяете. И к информации, к таким вот диетам вы должны относиться точно так же. Они никакой пользы не несут организму, они несут только вред. Все, что ниже тысячи калорий, все отметаем сразу. Это нездоровый способ похудения, чтобы у вас было представление. Есть формулы обмена веществ, то есть это вы рассчитываете базовый обмен веществ. Открывайте гугл базовый обмен веществ, есть несколько формул, я на этом сейчас подробно останавливаться не буду. Если вам нужно видео какое-то такое более понятное, от чего отталкиваться, на что обратить свое внимание при похудении, то обязательно отпишитесь, если вам эта тема интересна, я буду снимать дальше ролики, потому что есть большой опыт, я худела в свое время на 15 килограмм. И очень хочется всегда девчонок уберечь от своих ошибок, от в принципе ошибок, которые я наблюдала на других, и поделиться опытом, и возможно это кому-то будет полезно. К рациону меньше тысячи калорий и к формулам базового обмена. Вы рассчитываете свой базовый обмен, вы умножаете его, то есть это базовый обмен. Это то меньшее, чего кушать не надо. Девочки, не надо меньше кушать, чем этот базовый обмен веществ. Он умножается на коэффициент вашей активности, соответственно туда, там уже учтено, сколько вы двигаетесь, сколько вы еще дополнительно, помимо базового обмена своего, помимо своей жизнедеятельности, сколько вы еще сжигаете за день калорий, все это рассчитывается. И вы должны понимать, что если вы будете меньше кушать, вы будете худеть, если вы будете больше кушать, вы будете полнеть. Вот и все. Это кругольный камень похудения. Не надо есть ягоды Годжи, не надо, я не знаю, сидеть на монодиетах. Просто вы должны знать, сколько ваш организм потребляет калорий и придерживаться этого рациона. Если вы посидите какое-то время, будете считать калории, вы уже будете примерно понимать, сколько вам нужно в день кушать, чтобы не быть голодной и чтобы не полнеть или худеть на какое-то количество грамм в день, допустим, и на какое-то количество килограмм в месяц. Далее. Я прошу вас, как только вы общаетесь с какой-то девочкой, которая вам питание в инстаграме подбирает, или своим фитнес-тренером, если он вам, девушке, в тетородном возрасте, пишет, или даже, не дай бог, если вам меньше 18, если вы еще только развиваетесь и растете, он вам резко снижает жиры, запрещает есть орехи, и говорит, что там один орешек максимум в день, и вообще твой удел это обезжиренная грудка на пару и овощи. Мне мой тренер сказал, когда у меня рост 168, и вес у меня был порядка 47 килограмм, говорит, у тебя ляхи такие, твой удел это куриная грудка всю жизнь. 47 килограмм, рост 168. Я вас призываю, девчонки, посылать таких тренеров на три веселых буквы, потому что для женщины жиры в ее рационе – это самое главное, потому что жиры обеспечивают нашу репродуктивную систему в порядке, то есть поддерживают ее здоровье – это кожа, это волосы, это ногти, это наша красота, в конце концов. Я вас не призываю сейчас бежать в Макдональдс и наедаться там трансжиров. То есть я вам говорю сейчас про растительные масла, я вам говорю про тот же самый даже молочный жир в молочных продуктах в определенном количестве, но очень полезен, он очень хорошо усваивается. Помимо этого, жирные сорта рыбы, красная рыба, допустим, красная икра в определенном количестве, то есть не надо ложками есть в течение месяца одну красную икру, но она должна присутствовать в рационе, это отличный источник жиров. Помимо этого, конечно, мясо тоже стоит кушать, если вы, конечно, не вегат. Так, соответственно, жиры должны присутствовать в организме женщины, они должны присутствовать в должном объеме в ее рационе, чтобы поддерживать красоту, внешность и, конечно же, внутренние обменные процессы. Потому что жиры на самом деле – это очень важный аспект здоровья, и именно я это отмечаю для женщин, потому что для женщин это в очень большом количестве обменных процессов и жиры участвуют. Далее, моменты сушки и проблемы водного баланса. Честно, я считаю, что вот этот вопрос сушки, вопрос ограничения в воде или когда девчонки боятся отеков и не пьют воду, я считаю, что это неправильно. И самый лучший способ не отекать – это пить норму воды 2-2,5 литра. Это самый лучший способ не отекать, потому что организм не будет задерживать воду, потому что она у него постоянно есть, он будет нормально функционировать. Поэтому, девочки, единственный способ уберечь вас от отеков, чтобы организм себя чувствовал нормально, и чтобы вы худели – это нормальное количество воды. То есть это поддержание водного баланса – это 2-2,5 литра. Можете точнее рассчитать. Такие расчеты, формулы, калькуляторы тоже существуют. Если вам интересно, то посмотрите. Если вдруг у вас какие-то отеки или что-то еще, вода задерживается в организме, то я настоятельно советую провериться на гормоны и проверить такие внутренние органы, как почки. И, в принципе, выводящую всю систему, потому что, возможно, проблема в этом. Также не советую оголтелопить мочегон. Это тоже назначает врач, соответственно, тоже. Смотрите, вообще в вопросе похудения очень многие всегда упускают вот этот момент здоровья. Я считаю, что похудение без сохранения здоровья, то есть когда вы реально портите свой организм, убиваете мышечную массу, убиваете внутренние органы, которые страдают от ваших всех экспериментов, это неправильно, это не здорово. И следующий момент к вопросу нездорового похудения – это различные БАДы, различные таблетки и всевозможное, то, что можно купить в аптеке или что можно заказать где-то, неизвестно где, или какие-то... То есть, смотрите, есть два варианта. Либо это просто выброшенные в помойку деньги, то есть это действительно то, что вообще никак не работает, как мертвому припарку. Либо это вещи наподобие редуксина, которые работают, но которые прописывает врач-диетолог в крайних случаях, и под его наблюдением вы принимаете этот препарат. И в коем случае вы не сама бежите с весом 50 кг и ростом 180, и не решаете, что вам срочно нужно похудеть. И ничего с вами не справится с вашим лишним весом, как только какие-то экстренные таблетки. Нет, это действительно сильнодействующие вещи, которые должны прописываться диетологам и под наблюдением диетолога приниматься. Либо есть третий вариант – это какие-то жуткие непонятные пилюли, от которых вы похудеете, но заодно погробите свой организм, заработаете кучу ненужных проблем со здоровьем, всякие какие-то непонятные, я не знаю, тайские, не тайские таблетки. В любом случае это все негативно влияет на организм, и гробите вы себя. И нифига вы не станете красивой и стройной Акелань, используя всякие эти препараты. Так вот, это все способы, все методы, все лже-варианты похудения. То, что нам не помогает похудеть, то, что портит наше здоровье, что заставляет нас потратить кучу денег на эту диету, допустим, вот этот вариант похудения, и после этого, это же заставляет нас потом тратить деньги на наше здоровье, на возвращение его. Если информация для вас была полезной, интересной, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на меня в Instagram, там потрясающие фотографии со Шри-Ланки, с Дубаи, а также много обзоров косметики и другой полезной информации. Обязательно подписывайтесь, буду рада вашему присутствию там, и нашему знакомству. Поэтому... Продолжение следует... Продолжение следует...